Чувашия вновь принимает соревнования общероссийского масштаба. На этот раз в республику приехали юные спортсмены с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Они в течение 10 дней разыграют медали летней спартакиады инвалидов. Поздравить спортсменов с началом стартов приехал заместитель министра спорта России Павел Колобков. В России спартакиады инвалидов проходят всего во второй раз, но уже стремительно набирает обороты. Тут принимают участие те, кто только начал делать шаги в большой спорт. А это более полутора тысяч спортсменов из 51 региона страны. Участие в таких соревнованиях для них может оказаться отличным началом спортивной карьеры. Для паралимпийского спорта эти соревнования очень важны. Мы как раз ищем талантливых спортсменов, которые могут прийти в сборную команду параолимпийского комитета. Это сборная команда параолимпийской России, потому что на следующий год, как мы знаем, уже будут параолимпийские игры. Наша команда готовится, команда очень сильная. И мы надеемся, что мы также будем выступать очень успешно, как мы выступили в Лондоне. Значимость подобных соревнований не подлежит сомнению. Согласен с этим и заместитель министра спорта России Павел Колобков. То, что мы сейчас проводим спорткиаду, проводим такие комплексные соревнования, это тоже стимул, с одной стороны, для инвалидов заниматься спортом. С другой стороны, это стимул для регионов открывать детско-юношеские спортивные школы, привлекать инвалидов в сборные команды, направлять их на соревнования, проводить у себя подобные соревнования. В том числе, мы дополнительно выделяем субсидию для базовых регионов по адаптивному спорту. Для многих участников эти соревнования стали первыми крупными стартами. Переживают все юные спортсмены, но волнение ничуть не мешает детскому энтузиазму и оптимизму. Волнение, конечно, было, но мы старались совладать с ним. Я думаю, что у меня получилось. Но волнение в каждой игре присутствует, без него никуда. Я хочу выиграть хотя бы один раз. Этого, по-моему, будет достаточно. Мы в самом начале. Нам бы хоть бы кого-нибудь выиграть. Пока волнуемся сильно. Просто участие нас уже не устраивает. Многих этих людей мы уже видели. Немножко общаемся, встречаемся, тренировки совместные. Хотелось бы хоть чего-нибудь выиграть. В рамках спартакиада инвалидов участники разыграют награды в шести видах соревнований. Плавание, легкой атлетики, боча, дзюдо, голболе и настольном теннисе. Причем впервые включены спортсмены с интеллектуальным нарушением. Команды от Чувашской республики в этом направлении, правда, нет. Но сформированы пять сборных среди детей с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, которые продолжат борьбу за медали. Екатерина Абрамова, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Сергей Рябчиков, Республика.